Слово на Новый год. Происходящее сегодня дьявольское всеночное гуляние, шутки, бранные крики, ночные пляски, смешные забавы, хуже всякого неприятеля, пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться и плакать, стыдиться как согрешившим, так и не согрешившим, одним смотря на свои грехи, а другим смотря на бесчисленные братья, наш город веселится, красуется и венчевается площадь, как любящая наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо украшается. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перечагалять своего товарища. Такое соревнование хотя бы показывает ребяческий ум и душу, не способную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большой влечет за собой вред. Есть только какое-то безрассудное рвение, навлекающее на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но твою душу, не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело, и владыка ангелов наградил тебя своими дарами. А хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть, смех в тех, которые мыслят несколько выше, а зависть и великую ненависть в тех, которые подвержены тем же болезням. Но, как я выше сказал, такое соревнование заслуживает небольшого порицания, а более всего прискорбное состязание, которое происходит сегодня в гостиницах и преисполнено распутство великого нечестия. Нечестие, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствиях и весельях, то весь год будет тоже. А распутство, потому что на самом рассвете и женщины, и мужчины, наполнив стаканами и чашей вином, напиваются с великой неумеренностью. Это несообразно с нашим любомудрием. Сами ли вы делаете это или позволяете делать другим слугам или друзьям, или соседям? Неужели ты не слыхал слов Павла? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Послание к Галатам, 4 глава. Аминь. С миром Божиим! Кто готовился, если, Господи, оставайтесь. Завтра в обычное время молитвов.